Приветствую вас. Вопрос касается батерей близкого родственника от вируса, так как в свое время не настояли на тесте, думал, что простуда, и человек пишет, что вина полгода не покидает, медленно разъедает внутри. Вот что делать, возможно ли простить себе такое, ведь человек ответственен за случившееся. Ну смотрите, как было. Во-первых, да, потеря – это травма. Травма потери проживается достаточно долго. Может, в принципе, совершенно спокойно проживаться там в течение года. Вот. Но в различные стадии могут проживаться на протяжении года. Вот. У вас, соответственно, произошло застревание на определенной стадии. Вот. И в результате чего вы, ну, по факту, значит, остановились. Проживание, да, и было. Вам трудно. Чувство вины. Традиционное чувство вины связано со злостью. То есть злость на близкого человека вытесняется, вытесняется. Вот. И как бы, ну, преобразился в чувство вины. Поэтому, с чувством вины, на мой взгляд, нужно поработать. Вот. Значит, и помочь вам в какой-то степени его прожить. Вот. Увидеть, что ответственность за произошедшее не только на вас и полностью и совсем не на вас, а на все. Потому что настаивать на тесте вы на самом деле были не обязаны и не должны. Вот. А, ну, то есть, как бы, да, вот, вы не должны настаивать на тесте, потому что это... Задача самого человека была. Ну, беспокоиться о себе. Вот. Соответственно, он этого не сделал. Он о себе не беспокоился. Вот. А в итоге виноваты вы. То есть, как это ни странно, я надеюсь, вы отнесетесь к этому, ну, вот, в какой-то степени с пониманием. Как ни странно, вина это следствие манипуляции. Вот. То есть, тот факт, что вы испытываете чувство вины, к сожалению, связано с манипуляцией. Вот. То есть, как бы, в данном случае, я вот могу вам, эм, ну, сказать, примерно такую историю. Вот. Что ваш папа, он в некоторой степени вами, ну, манипулировал. Вот. Это не значит, на самом деле, что он плохой, да, ваш отец, ни в коем случае. Эм, просто, может быть, даже не осознавал этого, да, ваш отец, что, ну, манипулировал, да. То есть, тут как бы, эм, ничего необычного нет. Вот. Вот. Такая вот история. Вам нужно это признать. Вам, ну, желательно это увидеть. Вот. И, попытаться это прожить. Вот. Потому что, ну, как бы, по-другому, в общем, будет вам достаточно сложно, я бы сказал, тяжело в противном случае. Вот. Вот. А, вот. В принципе, то, что можно было бы вам сказать. Вот. То есть, можно было бы вам ответить. Вот. Так. Примерно. Я бы, ну, так примерно я бы сказал вам. Вот. Вот. А, пожалуй, как-то, как-то так. Так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Пока. Продолжение следует...